Я снова на канале Кошкин Дом и хочу вот показать вам ролик, который это снимали. Это поместили они в сентябре 2023 года, то бишь в этом году, а снимали они это в прошлом году. Сами написали, что они снимали в прошлом году. Они провоцируют животного, они же не показывают свои руки, что у них в руках. И вот показывают, как львица поднимается по сетке, пытается подняться по сетке, чтобы достать вероятно корм. А потом они же все-таки кидают этот корм и удивляются, что вот животное лезет прямо на сетку, выпрашивает корм. Значит, и делают вывод, что их якобы не кормят. Вы пришли к животным-хищникам и играетесь с судьбой. Вы знаете, что лев и львиса – это хищные животные. Они могут и прыгнуть и откусить курицу вместе с вашей рукой, схватить или лапой достать. Вы об этом не подумали? И потом лев может, или львиса, может прыгнуть до трех метров. Вы играете с огнем. Я вижу опять те же самые вот эти кеты, белые тапочки, которые были и там, снимали, безобразно вели себя. Это как раз тот момент, когда они провоцировали животных, чтобы животные дрались. Это тот же самый момент. Те же самые люди. Кошкин дом. И тут они еще под роликом пишут, что животные, если сытые, они не будут лезть, значит, наверх. Так вы их дразните. Вы сверху показываете кусочки мяса, кидаете им маленькие кусочки, создаете ситуацию, чтобы они дрались. А потом пишете, ой, вроде вы такие сердобольные, вы за животных, а на самом деле вы провокаторы. Вы провокаторы. Вы провоцируете животных на драки. А потом пишете, снимаете ролики, пишете, лев и львицы выпрашивают мясо у туристов. Если вы не будете провоцировать их, вы наверняка показали сверху кусочки окорочка, потому что вы потом их кидали. И пишете, лев и львицы выпрашивают мясо у туристов. А нельзя ли честно написать, что мы провоцировали? У вас шесть с половиной тысяч подписчиков, вы им лапшу на уши вешаете, чтобы они собирали для вас бабки. И вы на эти деньги ездили вот в этот Тайган, а все остальные деньги забирали себе. Вы такие же, как марафонщики, провокаторы. Я считаю, что вы ведете себя на чужой территории неправильно. Вы не соблюдаете правила нахождения в парке. Вы провоцируете животного. Животное может, по-любому может залезть. Если захочет животное, оно сможет залезть вот на эту, вот по этой решетке может залезть на мостик. И тогда жизнь ваша будет закончена именно в Тайгане, потому что вы провоцируете животного. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. И я не удивлюсь, если вот этот канал, представители этого канала вообще нахрен не будут пускать на территорию вот этого парка, которые приезжают, бездельники приезжают, останавливаются в парке на три, значит, в гостиницах по трое суток. Вот. И начинают безобразно себя вести, провоцировать животных на скандалы, на ссоры, на драки. Это нарушение. Нарушение это поведение в парке посетителей. Вы говорите, что они не соблюдают правила, а нарушаете вы. Вы нарушаете правила посещения парка. Вы заведомо провоцируете хищников. Вот это моё такое мнение. И я не удивлюсь, не удивлюсь, если вас больше не пустят в парк. Это будет верное решение. А то по предыдущим роликам они на вас должны будут написать иски. Потому что вы, как появляетесь в парке, вы творите гадости.